Старший из них лениво спрашивал Портье, кто-нибудь останавливался в вашей гостинице за последние 3-4 дня? Конечно, господин, улыбнулся Портье, более ста человек. Среди них не было вот этого. Чиновник достал фотографию. Портье долго всматривался в лицо незнакомого человека. У Гомикавы, следившего за их разговорами с холла, перехватило дыхание, пока длилась эта немая сцена. Но уже через мгновение Портье, чуть поколебавшись, отдавал карточку назад. Нет, такого господина у нас не было. — Может быть, у вас останавливался мистер Саундерс или мистер Хаксли? — спросил молодой, более настырный, чем его товарищ. — Нет, — решительно сказал Портье, — под такой фамилией у нас никого нет. Впрочем, он широко улыбнулся. — Вы же знаете, у нас можно зарегистрироваться под любой фамилией. Мы не спрашиваем документов. — Значит, этого человека не было в вашей гостинице? — Нет, но Портье снова заколебался. Он похож на одного из наших постояльцев. Гомикава весь напрягся. Но тот приехал с женой и сейчас лежит наверху, плохо себя чувствует. — Нет, это не он, — покачал головой старший полицейский чиновник. — Тот должен быть один. — Может быть, поднимемся? Посмотрим, — предложил второй. — Гомикава вскочил, подходя к лифту, чтобы успеть раньше них. — Не стоит, — махнул рукой старший. — Это наверняка не он. Наше руководство уже просто потеряло голову. В таком отеле социалисты не останавливаются. Он слишком дорогой для них. — Вот именно, — захохотал Портье. Гомикава перевел дыхание. Перекинувшись еще несколькими словами, полицейские вышли на улицу. Сэй проводил их долгим тревожным взглядом. Он не заметил, что к этой беседе прислушивался еще один человек, сидевший в кресле с газетой в руках. Когда Гомикава вошел в лифт, сидевший в кресле отложил газету. Это был Миур. Талька. 30 ноября 1988 года. Они выехали из города во втором часу дня после плотного обеда в небольшом местном ресторанчике, куда благоразумный Дронго пригласил сержанта. За обедом сержант почти не пил, сосредоточенно жевал еду, двигая всеми мышцами лица. Армейский джип старого образца, который им предоставил любезный полковник, был, тем не менее, на отличном ходу, и Фрага довольно уверенно вел его в горы, пытаясь немного сократить путь. Дронго, сидевший рядом, несколько раз пытался заговорить сержантом, но тот отличался особой немногословностью, которая обычно присуща старым воякам и одиноким холостякам. Поняв, что эти попытки бесполезны, Саундерс оставил его в покое. Несколько раз их обгоняли армейские колонны, возвращавшиеся, очевидно, с каких-то маневров. Солдаты весело кричали им что-то, смеялись, шутили. Сержант каждый раз беззлобно ругался и прибавлял скорость. Часа через два после того, как они выехали из стальки, сержант остановил машину у небольшой фермы, стоявшей метрах десяти от дороги, и отправился туда попросить воды. Ленард увязался за ним. Хозяин, пожалуй, чилиец, лет шестидесяти, радушно предложил гостям холодного пива. Он с удовольствием отвечал на вопросы Ленарда, но только до тех пор, пока не узнал, куда они направляются. Он сразу изменился в лице, став замкнутым и неразговорчивым. Удивленный такой переменой, Марк прекратил расспрашивать. Когда они выходили из дома, хозяин тихо шепнул Марку. «Это очень грязное место, мистер, очень!» Выразительно посмотрев, добавил он и перекрестился. Ехать пришлось еще довольно долго, около часа, пока, наконец, вдалеке не показалась высокая ограда, окруженная колючей проволокой. Автомобиль въезжал в лагерь Дегнедад. Сидя в машине, Саундерс обратил внимание на двойную ограду, окружавшую лагерь. Всюду виднелись различные строения, разбросанные по большой территории Дегнедада. Ричард знал, что более десяти лет назад колонию посетил сам диктатор Пиночет, оставшийся чрезвычайно довольным посещением подобной колонии в своей стране. Приезжали в Дегнедад и представители официальных властей, причем не только чилийских. Из ФРГ часткими гостями были представители ХСФ, которых всегда радушно принимали в лагере. Автор обращает внимание, что данный материал не может быть использован на суде в качестве свидетельских показаний. В лагерь Дегнедад приезжал Дитер Хубер, референт по внешней политике ХСФ, и Вольфганг Согельзанг, член городского совета Мюнхена от ХСФ. После того, как их документы внимательно проверили при въезде, их наконец спустили. Саундерс обратил внимание, что ФРГ здесь хорошо знали. Охранники здоровались с ним, не проверяя его документов. Автомобиль въехал на территорию лагеря и резко затормозил у одного из зданий. Со всех сторон уже бежали люди, приветствуя ФРГ. Многие, однако, настороженно смотрели на прибывших с ним гостей. Из дома вышел невысокий лысоватый господин. У него было широкое лицо баварского бюргера, большой лоб, крупный мясистый нос. Саундерс сразу узнал его по фотографиям, хранившимся в досье Интерпола. Это был сам основатель колонии Пауль Шефер. — Здравствуйте, господа! — внимательно глядя сказал он. — День добрый, Хуан! — кинул он сержанту. — Что привело вас сюда, в христианскую общину? — Мы английские журналисты, — сказал Ричард на ломаном испанском, — и хотели бы рассказать о вашей колонии нашим читателям. О ней ходит много интересных слухов, но наши подписчики хотят знать правду. — Увы, эти слухи не всегда правдивы, — вздохнул Шефер. — Прошу вас, господа, в нашу скромную обитель. Дронго, кивнув Марко, взял свою сумку правой рукой. Он принуждал себя постоянно помнить о несуществующей левой руке. По документам он был английским журналистом, потерявшим руку, и никак не мог появиться в колонии, имея две здоровые руки. От Саундерса не укрылось и то обстоятельство, что сам Шефер не смотрел их документы. Очевидно, дежурные охранники у ворот лагеря уже предупредили главу Дигнедада о нашем появлении, — понял Дронго. Сержант, чувствовавший себя здесь особенно непринужденно, сразу отправился с двумя местными колонистами поужинать и отдохнуть. Саундерс и Леннард были вынуждены принять приглашение Шефера на ужин после осмотра лагеря. Им отверли небольшую комнату в том же доме, около которого остановилась их машина. Забросив свои сумки и достав блокноты, они вышли наружу, готовые следовать за Шефером. — Фотоаппараты нужно оставить, — чуть недовольно сказал Леннарду Шефер. — У нас здесь не принято фотографировать, а вот записывать можете все что угодно. — Хорошо, — кивнул Марк, снимая фотоаппарат и оставляя его в машине. — Вам покажет весь лагерь наш Генрих, — показал Шефер на бледного светловолосого юношу лет двадцати пяти. — Он вам все расскажет. А потом прошу ко мне на ужин. Сделал он широкий приглашающий жест и уверенной почти армейской походкой зашагал к другим строениям. Генрих оказался неплохим экскурсоводом. Он добросовестно рассказывал об истории лагеря, показывая, как живут в лагере местные колонисты, их столовые, клуб, спальни для мужчин и женщин. Растерявшимся английским журналистам Генрих охотно объяснял, что мужья и жены живут отдельно, а на совместную ночь получают разрешение только у самого Шефера. Парень не видел в этом ничего дурного. Если учесть, что лагерь был основан двадцать шесть лет назад, а парню было не более двадцати пяти, то в этом не было ничего удивительного, — подумал Ричард. Бедный Генрих и не видел другой жизни, кроме этой. Обходя лагерь, Саундерс обратил внимание на небольшое строение, стоявшее несколько в стороне от других. Около него постоянно прогуливалось двое-трое мужчин с явно солдатской выправкой. Саундерса смутили их нарочитая выправка, бросающаяся в глаза, и слишком явное желание Генриха обойти это строение стороной. «Если там готовят легионеров, почему они это так демонстрируют?» — не понял Саундерс. По глазам Марка он понял, что тот также думает об этом. «Они словно специально подчеркивают, что там есть что-то очень важное», — подумал Дронго. «Здесь что-то не так». Но ни он, ни Марк Леннард не подозревали, что за временем прогулки по лагерю за ними внимательно следили несколько пар глаз. Среди них был и Вольфганг Гудер. «Это он?» — спросил у него Вебер. «Кажется, да, но он загримировался». «Это мы легко проверим», — жестко сказал Вебер. «И очень быстро». Сантьяго, 30 ноября 1988 года. Дождавшись прихода Гомикавы, миссис Видман заказала обед в номер для своего мужа. Через 15 минут пришедшая официантка смогла убедиться в том, что муж, миссис Гоуэр, лежит в постели, отвечая жене из спальни. После ее ухода Моника, выбросив одну порцию обеда, позволила Гомикаве тихо покинуть ее апартаменты. Заперев дверь на ключ, она прошла в ванную комнату, сбрасывая с себя платье. Раздевшись до гола, она встала по душу, пытаясь хотя бы на время забыться под горячей водой. Через минуту она почувствовала на себе чей-то взгляд. Моника обернулась и вздрогнула. На нее смотрел хищно улыбаясь неизвестный мужчина. — Что вам надо? — чересчур громко спросила она. — Кто вы такой? Мужчина молча продолжал в упор глядеть на женщину. Она схватила короткое полотенце, попытавшись прикрыться. — Убирайтесь отсюда! — рассерженно закричала она. — Слышите? Немедленно убирайтесь! Неизвестный сделал несколько осторожных шагов по направлению к ней. — Не подходите! — закричала женщина, холодилья от ужаса. Крепкая, почти стальная хватка сжала ей горло. — Тихо! — сказал мужчина. — Тебе не будет плохо, если будешь вести себя тихо. — Где сейчас Дронго? — проговорил он заметным акцентом. — Кто? — спросила Моника, плохо соображая в этот момент. — О чем вообще идет речь? — Где сейчас Дронго? — спросил мужчина. — Я... я не знаю. Она попыталась снова прикрыться полотенцем, но неизвестный выхватил его из ее рук. — Я спрашиваю тебя, где он? — спросил неизвестный. Моника не зря считалась одним из лучших инспекторов Деа. Она, мастерски поскользнувшись, внезапно левой рукой ударила по глазам незнакомца. Не ожидая такого нападения, мужчина охнул, на мегаслабив свою железную хватку. Толкнув его изо всех сил, Моника выбежала в коридор, но открыть дверь она не успела. Пришедший в себя Миура догнал ее и свалил резким коротким ударом. Моника упала почти без стона, но сознание не потеряла. Она почувствовала, как, грубо схватив, нападавший тянет ее на постель. Миура, уложив почти бесчувственную женщину на кровать, наклонився над ней. Убедившись, что она в сознании, он радостно смехнулся. Напрасно убегала. — Теперь тебе будет очень больно, пока ты мне не расскажешь, где Дронго. Женщина слабо застонала. Миура провел рукой по ее груди, мягко коснулся живота и вдруг неожиданно нажал пальцем под ребро. Моника закричала. — Я спрашиваю, где он? — настойчиво спросил Миура, еще раз надавливая в эту точку. От боли у женщины на глазах невольно выступили слезы. Миура, стоя над ней, покачал головой. — Такая молодая! И совсем ничего не понимаешь! Именно в этот момент в дверь постучали. Бросив быстрый взгляд на Монику и убедившись в том, что она не сможет встать, Миура для верности нанес ей еще один очень болезненный удар. Дзюй Каян под ложечку и пошел открывать дверь. Каким-то чудом она и на этот раз не потеряла сознание. Услышав стук в дверь, Моника поняла, что это был Гомикава. Она попыталась крикнуть, но почувствовала, как слова застревают в горле. Тогда она, с трудом передвигаясь, правой ногой из последних сил ударила по ночному светильнику. — Я, кажется, ошибся номером, — сказал изумленный Сей. И в этот момент раздался треск светильника. У Гомикавы не было оружия, но Миура не успел закрыть дверь, и через мгновение они покатились по полу. Лежа на полу, Миура успел извернуться и ногой перехватить голову Гомикавы. Тот, нанеся сильный удар Миури между ногами, высвободился. Оба вскочили на ноги, тяжело дыша. Краем глаза Сей увидел лежавшую на кровати Монику и почувствовал, как закипает в нем злость к незваному пришельцу. Миура улыбнулся, расставляя ноги. Он был готов к схватке. Левая рука поднялась, прикрывая лицо, правая развернулась в сторону. Затем левая рука резко пошла вниз, а правая — вверх. Поняв, что перед ним опытный мастер кунг-фу, Гомикава чуть нагнулся, стремясь к концентрации силы при низкой и устойчивой позиции каратиста. Моника слабо шевельнулась, пытаясь подняться. Миура напал первым, стремясь нанести сильный удар. Еминтии — сонную артерию тремя согнутыми пальцами правой руки. Гомикава отбил его удар и сам перешел в контратаку, нанося сопернику двойной удар кистями рук. Миура легко ушел от нападения, смещаясь справа. Моника с трудом села, пытаясь прийти в себя. Гомикава, видя, что его удары легко отбиваются соперникам, попытался нанести быстрый резкий удар ногой снизу, но Миура опередил его, нанеся болезненный удар по другой опорной ноге. Гомикава полетел на пол, кувыркнулся и снова встал на ноги. Моника, не вставая, упала на пол и поползла к чемодану, стоявшему в шкафу. Миура внезапно прыгнул, пытаясь провести двойной удар. Гомикава тоже прыгнул. Оба лишь резко коснулись друг друга, увернувшись от ударов, но когда они уже приземлились и стояли на ногах, ястреб, вдруг сделав обманное движение телом, нанес стремительный удар в лицо Гомикаве. Интран. Удар между бровями. Не давая противнику опомниться, Миура нанес еще несколько ударов. В лицо и в горло соперника. Последний удар был роковым. Тенцуи уши. Удар железного молода по ушам. В кунг-фу наносился сразу двумя кулаками. Гомикава упал на пол с разбитым лицом. На губах его были кровавые пузыри. Из ушей шла кровь. Довольный Миура повернулся к Монике и вдруг увидел ее с револьвером в руках. Выстрел прозвучал на мгновение позже, когда Миура был уже в коридоре. Не дожидаясь второго выстрела, он быстро выбежал за дверь. Моника опустила оружие и начала громко захлебываясь, слезами плакать. Так обычно плачут сильные женщины после тяжелых, невозможных потрясений. Через шесть часов, когда в отель прибыли представители чилийских властей, в номере был найден обезображенный труп мистера Гоуэрса. Миссис Гоуэрс бесследно исчезла из гостиницы. Колония Дигнидат. 30 ноября 1988 года. Добросовестный Генрих еще полчаса водил их по лагерю, пока они не подошли к тому строению, откуда началась их экскурсия. Генрих, что-то пробормотав, побежал искать Шефера. Ричард с Марком зашли в свою комнату. Саундерс понимал, что расположенное на окраине лагеря высокое строение как-то связано с той тайной, из-за которой ему пришлось объехать полсвета. Но его смущали дежурные, стоявшие у дома словно специально для того, чтобы привлечь внимание гостей. Постепенно над лагерем опустились сумерки и уже кое-где стали включать электричество. Шефер все них приходил. Ричард наклонился к Леннерту и очень тихо сказал, — Слушай, Марк, мне не нравится этот дом. Там наверняка ничего нет, но они делают все, чтобы мы обратили на него внимание. Вряд ли в этом строении могли жить легионеры. Он слишком грязный для них. Леннерт, понимающий, кинул головой. — Поставишь за ужином жучок под стол, — предложил Дронго, — и не забудь установить его в коридоре. Кроме того, выйдя отсюда, постарайся забросить его в тот самый дом. Марк еще раз кивнул и забрал из сумки небольшой сверст. Леннерт внимательно осмотрелся. Он обратил внимание, как за одним окном дернулась занавеска. — Здесь внимательно следили за непрошенными гостями, — понял Марк. В сумерках он медленно прогуливался, словно осматривая лагерь. Внезапно перед ним вырос сержант Фрага. — Вам что, нравится здесь? — проскрепил сержант. — Не очень, — честно признался Леннерт, — скучное и мрачное зрелище. — А вы думали, здесь есть для вас развлечение? — весело сказал Фрага. — Здесь только молятся Богу и Шеферу, и больше ничего интересного нет. — Да, кажется, вы правы, — согласился Леннерт. — Кстати, сержант, какой у вас вес? — Девяносто, — ответил удивленный Фрага. — А почему вы спрашиваете? — Хотите, парень? Кто быстрее добежит до того здания? — показал на загадочное строение Марк. — Бутылка иски, — деловито предложил сержант. — Согласен. Но я вешу всего семьдесят пять. — Вам меня не обогнать. — Увидим, — заулыбался Фрага. — Здесь трудно бежать по земле. — Тогда давайте вон от того столба. — Ну, раз, два, три. Они побежали. К удивлению Леннерта коренастый плотный сержант почти не отставал от него. Со всех сторон на них смотрели любопытные. Не добежав до строения метров десять, Леннерт упал, высоко взмахнув рукой. — Я выиграл, — закричал довольный сержант, тяжело дыша. — Согласен, — поднялся Марк, — но должен заметить, вы в блестящей форме. Около сержанта уже стояло двое молодых людей. — Что вам надо? — угрюмо спросили они у сержанта. — Ничего, — успокоил их Фрага. — Можете быть спокойны. Мы идем назад. Он зашигал к Леннерту, помогая ему подняться и отряхивая его одежду. Вдвоем они возвращались назад под многочисленными взглядами со всех сторон. Лежавший на кровати Ричард приложил аппарат к уху, настраивая его на нужную частоту. Послышался треск и чей-то резкий голос. — Они уходят. — Этот второй журналист не подходил к дому? — Нет. Он упал метров десяти. Подходил только сержант. — Ну, это не страшно. Он здесь часто бывает. Это Хуан Фрага. Мы его знаем. Саундерс улыбнулся. Когда Леннерд упал, взмахнув рукой, он успел бросить вперед небольшой магнитный жучок, который прикрепился к листовой обшивке здания. И теперь Саундерс мог слышать все, что там происходит. — Они готовят ловушку, — понял Саундерс. — Значит, они знают о нашем прибытии сюда. Легионеры специально поставили там дежурных, чтобы мы заинтересовались этим зданием. В микрофоне снова послышался треск. — Вы неправильно поставили своих людей, Грубер, — раздался чей-то требовательный голос, говоривший по-испански. Нужно было следить и за другим журналистом, оставшимся в здании. — Там двое наших агентов, — успокоил говорившего Грубер, голос которого Саундерс сразу узнал. Грубер еще добавил что-то по-немецки, но Ричард не понял его. В комнату вошел Шефер. — Как вам понравилось? — добродушно спросил он. — Мы хотим распространить наш опыт и в других странах. — Я бы хотел взять у вас интервью, — напомнил Саундерс. — Успеем, — махнул рукой основатель колонии. — Пойдемте лучше ужинать. Там и поговорим. — Кстати, где ваш коллега? — Он решил просто походить, посмотреть. Ему все интересно. Он так молод. — Да, — вздохнул Шефер. — Это мы, старики, теперь должны отдыхать. А у молодых энергия бьет через красть. После возвращения Леннерта гости вместе с хозяином и еще двумя пожилыми господами прошли в просторную столовую. Едва они расселись, как в комнату вошел еще один человек лет пятидесяти. Едва увидев его, Саундерс каким-то внутренним чутьем понял, что это сам Вебер. Тот коротко поздоровался со всеми, усаживаясь за стол. От Ричарда не ускользнуло и то, с каким отвращением посмотрел Шефер на Вебера. За столом больше говорил Пауль Шефер, давая одновременное интервью и рассказывая о своей колонии. Саундерсу лишь изредка удавалось вставить некоторые вопросы. Вебер почти не разговаривал. Только однажды он, сидя слева, протянул Саундерсу соломку и слевопольством заметил, как непроизвольно дернулась левая рука у Дронга. Но спохватившись, Ричард протянул правую руку. Он понял, что Вебер заметил его ошибку. — У вас действует левая рука? — спросил Вебер. — Я думал бы инвалид. — В Англии мне сделали великолепный протез, — соврал Саундерс. Он управлялся мини-компьютером, вживленным в протез. Но, к сожалению, мне пришлось оставить его в Лондоне. Они обещали сделать к моему приезду еще лучше. — Конечно, лучше иметь такой надежный протез, — усмехнулся Вебер, не сводя глаз с Ричарда. — Утром я покажу вам, как работают наши люди, — вставил Шефер. — Можете остаться до утра у нас, — милостиво разрешил он. Нам нужны честные репортажи о нашей общине. Саундерс обратил внимание, что на ужин не был приглашен сержант Фрага. При этом на стол не подавали вина и других спиртных напитков. Еда тоже была достаточно скромной. После ужина Ричард и Марк, попрощавшись с хозяевами, покинули гостиную. Перед уходом Марк успел прикрепить жучок к столу. Зайдя в свою комнату, Ричард включил аппарат-передатчик, вставив его в ухо. Послушался уверенный голос Вебера. Он говорил по-немецки с Шефером, и Саундерс ничего не понял. Он передал аппарат Леннарду, знавшему немецкий. — Послушай, что они говорят, — очень тихо сказал Ричард. Шефер ругается, говорит, что недоволен. Его лагерь стал центром террористов. Вебер его успокаивает. Очень сильно ругаются все трое. Шефер уходит. С ним другие гости. В комнату вошел еще один человек. Они говорят о каких-то террористах, которых готовили в лагере. Те уже выехали в США. Еще говорят, что нужно иметь в виду резервный вариант. Кажется, перешли на испанский. Марк вернул передатчик Саундерсу. Тот быстро поднес его к уху. — Не забудьте, Диас, это очень важно. Вы должны будете координировать действия наших людей в Нью-Йорке. Всю информацию получайте через вашего осведомителя, — говорил Вебер. — Когда вы летите в Америку? — Через три дня, — ответил его собеседник. — Значит, вы будете там раньше всех. Вебер помолчал. — Америка 234-й, — неожиданно сказал он. — Как с грузом? — Видимо, рейс Диаса, — подумал Саундерс. — Уже переправлен в Парагвай. Люди генерала Родригеса готовы принять любое количество. Мы должны будем выйти на Кабальеро, помощника генерала. — Прогрешение наводь в страну груза. Ленард хорошо владел французским, немецким, английским. Саундерс знал английский, итальянский, испанский. Во время планирования операции это обязательно учитывается. Эладио Лайзета Кабальеро — главный помощник генерала Родригеса. — Действуйте, — сказал Вебер. — А что будет с этими журналистами? — спросил Диас. — Мы их уберем сегодня ночью, — спокойно сказал Вебер. — Это, конечно, Дронго и его помощник. Грубер опознал их. — Ничего. Им немного осталось. Саундерс убрал аппарат. — Нужно уходить как можно скорее, — прошептал он Марку Леннарту. Вебер знает, кто мы. Секта палачей. Продолжение. В 1976 году комиссия ООН по правам человека опубликовала доклад, из которого яствует, что в немецкой колонии существует тайный центр пыток чилийской охранки. С разоблачениями выступили международная амнистия и западно-германский журнал «Штерн». Но только в 1985 году Министерство иностранных дел ФРГ попросило своего пославца Нтьяга выяснить, как обстоят дела. Тот встретился с членом хунты, командующим корпусом чилийских карабинеров генералом Радольфа Станфе, который известен как близкий друг Шефера. Надо сказать, что глава секты носит титул почетного карабинера, и над колонией развивается флаг чилийских карабинеров. Ответ генерала легко предугадать. Он сообщил послу, что обнаружить наказуемые действия со стороны руководства колонии Дагнидад не удалось. В 1987 году название колонии вновь замелькало в заголовках гадет. Министр иностранных дел ФРГ Геншер потребовал расследовать все обстоятельства, связанные с колонией. Колонию посетили чилийский судья и два адвоката из международной амнистии. Как сообщил потом на пресс-конференции председатель западно-германского отделения этой организации Реверкамп, выезд на место убедил его, что показания разных лиц о пытках соответствуют действительности. В феврале 1988 года было проведено публичное слушание по делу Дагнидад. К этому бомбские власти побудил тот факт, что руководство колонии не пустило на свою территорию делегацию иностранных дел ФРГ, а чилийские власти не проявили особого стремления к сотрудничеству. На слушание были приглашены четверо бывших узников этой колонии. Они поведали о том, как в анклаве все еще живы и торжествуют принципы идеологии, казалось, ушедшей в прошлое вместе с Третьим Рейхом. С помощью психотропных средств маньяки ломают психику, превращают их в безвольных автоматов. В отношении детей совершаются развратные действия, а в первые годы диктатуры Пиночета чилийская охранка Дина зверски пыталась бить политзаключенных, используя их как подопытных кроликов для усовершенствования техники пыток. Лишь немногие заключенных смогли выжить и выбраться из этого ада. После слушания руководство Дагнидад попыталось представить себя жертвой марксистского заговора, но к расследованию отнеслось серьезно. Шефер и некоторые из его приближенных обратились в Сантьяго с прошением о предоставлении им чилийского гражданства, чтобы таким образом предотвратить выдачу ФРГ. И они не получили отказа, если бы не вмешалось западно-германское консульство. Поговаривают, что руководители секты подумывают о переезде на новое место, в Южную Америку или в Австралию. Еще в 1970 году, после победы на выборах Сальвадора и Альенде, Шефер и его сподвижники собирались покинуть Чили и даже купили участок земли в соседней Аргентине. Но потом времена изменились. Один из немногих чилийцев, кто осмелился во всеуслышании разоблачать секту палачей, епископ Карлос Камус. Именно он рассказал в печати о том, что в колонии чилийская секретная служба содержит и пытает чилийских граждан. Как считает Камус, дело Дегнидад не удается до конца раскрыть, пока не будет разрешена основная проблема Чили – «Проблема восстановления демократии». Вернер Фертнер. Новое время номер 34, 1988 год. Колония Дегнидад. 30 ноября 1988 года. «Будем прорываться?» – спросил Марк. «Или позвать сержанта Фрагу?» «Ты сумеешь его найти?» «Да, он остановился совсем рядом, в соседнем здании». «Тогда давай найди его, только очень быстро, а я постараюсь увидеть Шефера». «Зачем?» – удивился Марк. «Попрощаюсь и уедем», – подмельнул ему Саундер. «Насколько я понял, глава общины не очень жалует Вебера». «Не знаю», – покачал головой Марк, «но я пойду искать Фрагу». «Только очень быстро», – еще раз сказал Дронго. Марк осторожно вышел из комнаты. В коридоре никого не было, и он, стараясь ступать почти бесшумно, вышел из здания. В соседнем строении горел свет, и слышались веселые голоса мужчин. Ленард мягко подкрался к окнам. В комнате сидели Фрага и несколько молодых людей. Сержант был сильно пьян, и это Ленард понял сразу, едва увидел его. Марк моментально просчитал, что добровольно Фрага не уйдет отсюда. Он громко постучал в окно. Один из сидевших за столом подошел к окну, открывая вставни. «Что нужно?» – спросил он по-немецки. «Там зовут сержанта Фрагу. Говорят, очень срочно!» – соврал Марк. «Хорошо. Хуан, тебя зовут!» – закричался бутыльник сержанта. Тот кивнул головой, попытался встать, собирая остатки сил, но не мог оторваться от стула. Затем, залпом осушив еще один стакан, решительно поднялся и вышел из комнаты. Душная, жаркая ночь не отрезила его, когда Фрага вышел из здания. Подойдя к Леннарту, он хмуро спросил, «Кто меня зовет?» «Они ждут у машины!» – соврал Леннарт. Сержант помотал головой и затопал к своему джипу. Дойдя до него, он недоуменно огляделся, не понимая, куда делись ожидавшие его люди. И тут Леннарт сильным коротким ударом свалил его, уложив прямо в машину. Саундерс в это время зашел к Шеферу, находившемуся в своих апартаментах. От взгляда Дронго не укрылась большая двуспальная кровать в соседней комнате, на которой уже лежал мальчик лет десяти. Дронго поморщился, превозмогая отвращение, и обратился к Паулю Шеферу. «Я прошу простить нас, но мы с другом должны срочно уехать. Полковник Астенди, оказывается, дал еще одно поручение сержанту Фраге, а тот нам ничего не сказал. Вот почему мы должны уехать именно сегодня». «Очень жаль», – сказал Шефер, изображая обиженного. «Вы могли бы остаться на ночь. Но это ваше дело. Я думаю, вы увидели в нашем лагере много интересного и полезного для всех жаждущих служить Господу». «Конечно», – заверил его Саундерс, заставляя себя пожать протянутую руку. Он быстро вышел за дверь и, уже не оглядываясь, зашагал к машине. Леннард ждал его, сидя за рулем. Бесчувственный Фрага лежал на заднем сиденье. Саундерс оглянулся. Все было спокойно. Он вскочил в джипс. «Как можно быстрее», – скомандовал он Леннарду, пока они не опомнились. Марк, включив зажигание, резко тронул машину с места. Джип привычно заурчал, набирая скорость. Из лагеря они выезжали почти в полной темноте. Уже минут через десять после их отъезда в лагере послышались критки, забегали люди, повсюду зажглись огни. Но их автомобиль был уже в нескольких километрах от Деднедада. Набирая скорость, машина неслась на северо-восток, в горы, к государственной границе Чи. Сан-Дьяго. 30 ноября 1988 года. Она подходила к самолету почти уверенной походкой энергичной деловой женщины. После вчерашнего бегства из гостиницы, где лежал убитый Гамикава, ей повсюду мерещилась зловещая улыбка Миуры. Оставшись в номере одна после бегства Миуры, она проплакала почти полчаса, пока, наконец, не осознала, что нужно немедленно уходить отсюда. С большим трудом ей удалось перетащить труб Гамикавы в ванную комнату, затереть следы крови на ковре. Моника понимала, что ее единственный шанс — это исчезновение из Сан-Дьяго. Дрожащими руками она подняла телефонную трубку, вызывая такси. Затем набрала номер аэропорта. На Рио-де-Жанейро не было ни одного билета. Случайно оказался билет на Буэнос-Айрес. Заказав его для себя, Моника быстро положила трубку и вышла из номера. Она предусмотрительно оставила разорванный паспорт мистера Гоуэрса в одном из чемоданов Саундерса. У погибшего Гамикавы не было при себе никаких документов. Моника, выйдя в коридор, осмотрелась, сжимая сумочку, в которой лежал револьвер. Затем вошла в лифт и спустилась вниз. У входа в отель уже стояло такси. Стремительно пройдя холл, не обнаружив ничего подозрительного, она вышла из гостиницы и села в машину. Автомобиль помчался по улицам города. Всю дорогу Моника молчала, тревожно оглядываясь назад. В аэропорт она приехала за час до отлета самолета. Взяв билет, Моника сдала багаж и прошла в туалет. Зайдя в кабину, она вытащила свой револьвер из сумочки, завернула его в бумагу и бросила в мусорное ведро. Ей пришлось пережить несколько неприятных минут, пока она пересекала большой зал и подходила к стойке регистрации. Проходя таможенные формальности, она еще разобернулась назад. Миурой нигде не было видно. Миновав пограничный контроль, она несколько успокоилась и уже вполне овладела собой. В длинном коридоре аэропорта, ведущем к самолету, рядом с ней шли несколько десятков пассажиров. Моника, вспомнив Гомикаву, с ужасом представила, как его тело все еще лежит в холодной ванной комнате. Сколько же еще пройдет времени, пока его наконец обнаружат в горничной. Моника знала, что процесс выдачи тела Гомикавы может затянуться на долгие месяцы, и все это время его труп будет находиться в холодильной камере полицейского морга Сантьяго. Она вздрогнула, словно от холода. Помнила руки Миуры и едва не упала, споткнувшись о ступеньке при входе. Идя на посадку, она сумела мобилизовать всю свою волю, стараясь не выдавать волнение. Но абсолютно спокойной она стала только тогда, когда самолет уже оторвался от земли. А пока она подходила к самолету уже почти уверенной походкой энергичной деловой женщины. Анды. 1 декабря 1988 года. До границы они ехали довольно быстро, стараясь оторваться от возможного преследования. Фрага храпел в машине, удобно устроившись на заднем сиденье. Саундерс, выбросив черную перчатку с левой руки, разминал затекшие пальцы. До полицейского поста они доехали в полной темноте. Затем, выключив фары, Леннард повернул резко влево. В темноте нельзя было и думать ехать в горы, не зная дороги. Приходилось ждать рассвета. Дронго понимал, что выбор сделает все возможное для их поиска, но дальнейший путь был настолько опасен, что мысль о продвижении вперед не приходила им в голову. Марк, сидевший в полной темноте, поюжился. Было довольно холодно. По ночам в ноябре температура здесь опускалась иногда до 5-10 градусов по Цельсию, и, учитывая дохкую одежду обоих журналистов, им приходилось нелегко. Только сержант, порядком захмелевший и спавший в автомобиле, не чувствовал прохлады этой ноябрьской ночи. Они вздрагивали от любого шороха, любого самого малейшего звука. Саундерс, достав пистолет у фраги, положил его на сиденье, готовый в случае крайней необходимости применить оружие. Два раза по дороге проехали грузовики в сторону границы. Погони за ними не было. — Странно, — сказал Леннаст, — уже полночь, а легионеров Вебера еще нет. — Они наверняка ищут нас в тальке, — тихо отозвался Саундерс. — Веберу и в голову не придет, что мы можем рискнуть прорываться через границу. У них в паспортах заблаговременно были проставлены аргентинские визы для въезда в страну, однако прежде нужно было благополучно выехать из Чили. — Сколько отсюда до границы? — спросил Ричард. Марк достал карту, нагнулся, посвятил небольшим фонариком. — Около двадцати километров, — отозвался он, — а до ближайшего аргентинского селения еще столько же. — Сорок километров, — задумчиво сказал Дронго, — это шесть-семь часов по пересеченной местности. — А если рискнем? — Может быть, пойдем прямо сейчас? — Бросим машину? — спросил изумленный Леннаст. — Конечно, мы же не прорвемся на ней через границу, а в горы она вообще не пойдет. — Сорок километров через горы, — покачал головой Марк. — Очень трудно. Ты можешь предложить что-нибудь другое? — Дождемся утра и попытаемся сориентироваться, — предложил Леннаст. — Но если люди Вебера, не найдя Настальти, поймут, что мы поехали сюда, тогда они могут появиться здесь уже через два часа, — возразил Дронго. — А если мы попытаемся утром проехать через границу легально? У нас есть аргентинские визы в паспортах. Думаешь, Вебер не учел этой возможности? Наверняка все пограничные посты уже предупреждены о нашем появлении. — Мистер Саундерс, — это очень опасно, — напомнил Марк, ночью идти в горы через границу. — Еще опаснее сидеть здесь и дожидаться, когда нас схватят люди Вебера, — решительно сказал Саундерс, выходя из машины. Взяв сумку и пистолет фраги, он добавил, — Не забудь захватить флягу с водой и карту. Марк послушно вылез за ним. — Куда идти? — бодро спросил Викерс. — Туда, — махнул на восток Ленард. Они зашагали в сторону границы. Высоко в небе над ними сиял полумесяц, и был виден необычайный для европейцев южный крест, освещающий местность. Идти приходилось достаточно осторожно, чтобы не натолкнуться на патруль, чилийских карабинеров или пограничную стражу. Сначала их и было легко, но после двух часов ходьбы в легких туфлях ноги начали нестерпимо нынести. Их обувь была менее всего приспособлена к подобным походам по гористой местности. Еще через два часа к рассвету выяснилось, что они наконец достигли границы. Далеко внизу на перевале находился пограничный пост между Чили и Аргентиной. Редкие автомобили, проходившие там, тщательно обыскивались пограничниками. Внезапно Марк крикнул Саундерсу «Ложись! Там вертолет!» Из-за гор показалась винтокрылая машина, стремительно двигающаяся в их сторону. На открытой местности трудно было укрыться, и они побежали вниз в лощину. Вертолет, очевидно, заметил их, так как резко изменив направление, рванулся к ним. Дважды им пришлось падать на землю из-за пулеметных очередей, которые вспарывали землю буквально в нескольких метрах от них. Наконец, они достигли небольшого каменного выступа, за которым можно было укрыться. Оба тяжело дышали. На Леннерте была разорвана рубашка. «Что будем делать?» сдавленно спросил Марк, задыхаясь от сумасшедшего бега. Дронго молча посмотрел вверх. Вертолет висел в воздухе, а сильной вибрации начала подниматься пыль. «Они побоятся высадиться», ответил Саундер. «Сколько может быть человек в этом вертолете?» «Трое, четверо, не больше. Хуже, если они сообщат вниз, тогда через час-полтора здесь будут пограничники». «Кстати, ты умеешь водить вертолеты?» «Да», — ошеломленно кивнул Леннерт. «Но не думаете же вы захватить вертолеты?» «Это только в кино. Агенты сначала сдаются, а потом, перебив экипаж, улетают на захваченном вертолете», — улыбнулся Дронго. «В жизни так не бывает. Я думаю, мы наверняка нужны им живыми. Это не люди Вебера. У них не может быть вертолета. Он принадлежит чилийским ВВС. Так что у нас весь шанс уйти отсюда. Они не будут слишком настойчивыми». В этот момент снова прозвучала длинная очередь. Пули зажужжали перед носом. Вертолет висел почти над ними. Ричард достал оружие. Если они спустятся, придется стрелять. Мы не можем попасть им в руки. До назначенной даты шесть дней. «Никто, кроме нас, не знает о парагвайских операциях и везите Диаса в Америку. Мы должны передать эти сведения любой ценой». Вертолет, дав еще несколько очередей, полетел в сторону. «Они еще вернутся», — уверенно сказал Марк. «Пошли». Ричард вскочил на ноги, и они побежали. Через десять минут вертолет, снова появившийся в воздухе, дал по бегущим мишеням еще одну длинную очередь. Им пришлось снова искать укрытие. Но на этот раз они едва не опоздали, и пулеметные очереди чудом не задели их. Через пятнадцать минут они снова рискнули броситься в горы, и снова уявившийся вертолет помешал им. Положение становилось отчаянным. На противоположном склоне, внизу, в двух километрах от них, уже показались едва различимые фигуры чилийских пограничников. Саундерс и Леннард снова побежали. Когда они рискнули пробежать большой участок открытого пространства, снова появился вертолет. Послышались выстрелы. Марк неожиданно, дико вскрикнув, покатился вниз. Ричард обернулся, не удержался, и тоже полетел вниз. Вертолет, дав еще несколько очередей, улетел. Саундерс подполз к Леннарду. Тот стонал от боли. — Ты ранен? — тревожно спросил Ричард. — Кажется, да, — виноватый ответил Леннард. Ногу зацепил таки. — Мистер Саундерс, бросайте меня и уходите. Сейчас только вы можете сообщить о приезде Диаса. Не забудьте, они говорили о каком-то их информаторе. — Я все помню, — успокоил его Дронго. — Но здесь я тебя не оставлю. Он разорвал часть своей рубашки и перевязал Леннарда. Тот охал от боли. Взвалив на себя Леннарда, Саундерс, немедленно, тяжело переваливаясь, потащился с ним в горы. — Только бы не появился вертолет. — Только бы его не было! — шептал он, как заклинание. — Просло десять минут. Пятнадцать. Вертолета не было. Через сорок минут вдалеке послышался гул моторов. — Будь проклят! — разочарованно сказал Саундерс, вытирая пот салба и ища место, где можно было бы укрыться. Но вертолет повел себя как-то странно. На полпути к ним он повернул назад и стал облетать местность, где они были раньше. — Что за идиот! — зло подумал Саундерс. — Чего он там ищет? Он продолжал еще минут пять наблюдать за маневрами вертолета, и, наконец, когда ему нагоели эти бессмысленные маневры, он снова взял Леннарда на плечи и потастил в горы. — Они, по-моему, сумасшедшие, — сказал Ричард, тяжело дыша. — Ищут нас на том склоне горы. — Они не могут искать нас дыши. — Едва не теряясь сознания от боли, — прошептал Марк. — Это уже Аргентина. Ричард остановился, перевел дыхание. — Конечно, Аргентина! — засмеялся он. — Как я сразу не догадался! В этот момент солнце осветило их, и вертолет, резко изменив курс, снова обстрелял их. Ричард успел вместе с Марком прятаться за камнями. — Вот тебе и Аргентина! — проворчал он. — Эти фашисты не соблюдают никаких международных договоров. Вертолет, покружив, улетел. Здесь он не мог долго находиться. И Ричард в который раз потащил Марка в горы. Через десять часов, когда солнце уже клонилось к закату, им удалось выйти на автомобильную трассу, ведущую к небольшому телению. Водитель грузовика, узнав, что они бежали из Чили, любезно согласился подвезти их. Еще через час медный врач уже оказывал помощь Леннерту. Пуля раздробила часть кости, и рана была чрезвычайно болезненной. Врач, делавший перевязку, категорически не соглашался отпускать Леннерта, но Марк настоял на своем. За сто пятьдесят долларов им удалось найти водителя, согласившегося везти их в Маларгое. Еще столько же пришлось отдать местному полицейскому, дабы тот не проявлял излишнего любопытства. Поздно ночью они выехали в городок, где был единственный в этой местности железнодорожный вокзал. Переночевав небольшой гостинице города, они на следующий день выехали в Мендосу, предварительно заказав себе билеты на ночной рейс Мендоса-Буэнос-Айрес. Только в вагоне Леннерт позволил себе потерять сознание от боли. Буэнос-Айрес, 3 декабря 1988 года. Они сидели на скамье, совсем недалеко от вокзала Ретиро. В расположенном рядом новом порту слышались крики людей, шум заходящих и уходящих судов. С их места можно было различить далекую водную синеву Ла Платы. Моника, прилетевшая сюда два дня назад, уже успела несколько отойти от кошмаров Сантьяго. Саундер, просмотревший сегодня чилийские газеты, где была фотография убитого Гамикавой, мрачно слушала рассказ женщины о событиях того злосчастного дня. Они оба должны были сегодня улететь из Аргентины. Моника Вигман, несмотря на ее возражения, летела в Европу. Руководство Интерпола справедливо решило дать ей возможность отдохнуть после таких потрясений. А Ричард Саундер должен был лететь в Нью-Йорк, где его ждал Роберт Дюнуа. До назначенного дня Икс оставалось менее четырех дней. В столицу Аргентины Дронго прилетел один. У Марка Леннерта сильно распухла нога, и рана начала гноиться. Его пришлось оставить в Мендусе, куда прибыли сотрудники Интерпола для его охраны. Теперь, сидя на скамье, Саундерс и Моника ждали, когда им, наконец, принесут авиабилеты и документы. Несколько в стороне сидело двое парней, постоянно сопровождавших Саундерса с момента его прибытия в Буэнос-Айрес. Слушая сбивчивый рассказ Моники о событиях того дня, Саундерс понимал. «Миура последует за ним и в Нью-Йорк, где они неминуемо должны будут встретиться. Вы теперь поедете один в Нью-Йорк», — задумчиво сказала женщина, словно прочитав его мысли. «И этот ястреб наверняка будет там. Посмотрим», — строго сказал Саундерс. «Во всяком случае, я хотел бы с ним встретиться». Они помолчали. «Холодно», — неожиданно сказала женщина, хотя в городе стояла обычная ноябрьская жара. Ричард, сняв пиджак, набросил его на плечи женщины. «Не надо», — попыталась возразительно. «Не спорьте. Вы же в легком платье, можете простудиться». «А вы не можете?» «Могу. Но это сейчас не самое главное», — невесело улыбнулся Ричард. «Дронго, вы женаты?» Вдруг спросила Моника. «Нет». «А почему вы спрашиваете?» «Просто так». Я вдруг подумала, что у вас очень неспокойная жизнь. «Да, наверное». «Но я как-то не очень задумывался над этим». «А вы правда русский?» Задала явно ненужный вопрос Моника. «Почему русский?» «Так о вас говорят все. Но на русского вы не очень похожи. Скорее на итальянца или испанца». «Моника, вы сегодня очень любопытны», — ушел от прямого ответа Саундерс. «Простите. Просто скучно сидели здесь без дела». Они снова помолчали. «А вы сами замужем?» Спросила Ричард. «Нет», — покачала головой женщина и никогда не была. «Почему?» — удивился Саундерс. «Работа», — неохотно ответила Моника. «ВД не очень поощрялась за мужество сотрудников женщин». Она протянула руку. «Кажется, пойдет дождь». Саундерс посмотрел на голубое небо, где ярко светило солнце. «Похоже», — решил согласиться он. «Но мы все равно должны ждать». Высоко в небе показалась стая птиц. Саундерс, проводив их угрюмым взглядом, тяжело вздохнул. «В северном полушарии сейчас зима», — напомнил он. «Да», — растерянно сказала Моника, увидев его взгляд. «Птицы полетели», — сказала она задумчиво. «Дронго?» «Это, кажется, такая птица». «Почему именно Дронго?» «Есть такая маленькая птичка», — пояснил Саундерс. «Она строит свои гнезда в высокой ветвях деревьев. Дронго не боится никого и ничего, смело вступая в бой с любым пришельцем, осмелившимся нарушить его покой. Однажды в горах Индокитая я наблюдал бой Дронго с двумя беркутами. Это было поразительное зрелище. Маленький Дронго не уступал. «Вот тогда я решил взять себе это прозвище». «Ясно». Моника быстро поднялась со скамьи. «А вот и наши хозяева». К ним направлялся представитель Интерпола. «Добрый день, господа. Но почему вы не захотели ждать дверкеницы?» Сразу упрекнулась подошедшая. «Хотели напоследок погулять по городу», — тихо ответила Моника. «Все-таки целый месяц мы были вместе». «Это было очень неосторожно с вашей стороны», — неодобрительно сказал представитель Интерпола. «Миссис Бидман, вас самолет через два часа». «Я повезу вас в аэропорт Эсейса. Ваши вещи и багаж уже в автомобиле. А ваш самолет, он повернулся к Саундерсу, через пять часов. В аэропорт вас отвезут вот эти двое ребят. Они же полетят с вами до самого Нью-Йорка. Им разрешено взять на борт самолета оружие». «Понятно». Саундерс посмотрел на миссис Бидман. «Будем прощаться», — несмело сказал он. Представитель Интерпола тактично отошел в сторону к машине. «Как вас зовут, Моника?» Вдруг задал тоже ненужный вопрос Ричард. «Натали», — тихо сказала женщине. «Спасибо вам за все, Натали. И простите меня. Вы так сильно измучились за эти дни». Она всликнула, обнимая его. «Я люблю вас, Дронго», — тихо сказала она. «Берегите себя. Ради всего святого берегите себя. Они бывают безжалостны». Она поцеловала его, чуть коснувшись губами его щеки. Молча отдала пиджак и, быстро не оглядываясь, пошла к машине. После того, как автомобиль уехал, Саундерс еще долго стоял молча, глядя куда-то вдаль. Через пять часов он вылетел в Нью-Йорк. 2 декабря в пресс-центре МИД СССР в Москве Состоялась пресс-конференция. На будущей неделе Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета Горбачев Посетит Нью-Йорк, Где 7 декабря Он выступит на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН С изложением взглядов советского руководства На важнейшие проблемы мирового развития. Об этом сообщил журналистом Заместитель министра иностранных дел СССР Петровский. Решение выступить на Генеральной Ассамблее, Сказал он, Продиктованы нашей глубокой убежденностью в том, Что ООН является незаменимым механизмом В поиске мирных решений международных вопросов, Разблокирования конфликтов И кризисных ситуаций, И урегулирования других глобальных проблем. В Нью-Йорке Михаил Сергеевич Горбачев Будет иметь беседы с Генеральным секретарем ООН Пересом Декуэльяром И председателем 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министром иностранных дел Аргентины Капуто. Беседы, несомненно, обогатят страны Ценным опытом многостороннего сотрудничества Смогут дать пищу для размышления и выводов, Будут способствовать выработке в рамках ООН Общеприемлемых решений по насущным проблемам мировой политики. В дни участия главы советского правительства в работе сессии Состанется его встреча с нынешним и будущим президентом США. Деловая встреча с Рейганом и Джорджем Бушем, Подчеркнул заместитель министра, Как мы ожидаем, станет важным звеном В развитии результативного диалога между СССР и США. Известие 3 декабря 1988 года Нью-Йорк 4 декабря 1988 года 2.00 В аэропорту имени Джона Кеннеди Саундерса уже ждали. Быстро пройдя таможенные формальности, Он подошел к Роберу Дюнуа, которого давно знал в лицо. 40-летний Дюнуа был скорее похож на профессора университета, Чем на секретного агента. Последние два года он возглавлял особую группу экспертов ООН И был непосредственным руководителем Дронго. Среднего роста, чуть полноватый, С веселым румяным лицом, в роговых очках, Он всем своим видом излучал добродушие и умиротворенность. Саундерс знал, сколь обманчиво это впечатление. Дюнуа был одним из лучших экспертов Комитета ООН, Где работал последние пять лет. До этого почти полтора десятка лет Дюнуа работал в секретных службах Канады и Линтерполя. Весело поздоровавшись Дронго, он повел его к выходу. Оглянувшись, Саундерс заметил, Что двое сопровождавших его парней Подошли к высокому блондину у стойки. Дюнуа перехватил его взгляд и успокаивающий кивнул головой. В автомобиле, уже сидя за рулем, Дюнуа протянул ему оружие и, не отрывая глаза к дороге, спросил, Как здоровье миссис Лигман? Неплохо. Врачи говорят, ничего опасного, Чуть виновата, сказал Ричард. По существу она пострадала из-за меня. Слышал, сухо сказал Роберт. Это я рекомендовал ее твоей напарнице. Я давно ее знаю. Героическая женщина. Вы думаете передать наши материалы в Совет Безопасности ООН? Спросил Дронго. По-моему, их надо выносить на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН Или на заседание Совета Безопасности. Мы торопились. Дюнуа резко свернул направо. Это не так просто. Нам понадобится время, чтобы привезти эти материалы в надлежащий лист. Но все равно работу вы проделали очень большую. Однако самое главное нам еще предстоит. По дороге Саундерс обратил внимание на празднично украшенные магазины, уже появляющиеся на улицах нарядные елочки. Приближался традиционный праздник Рождества. Столь любимые американцами. Они подъехали к зданию Генеральной Ассамблеи ООН, расположенному на набережной из Тригора. Дюнуа ловко остановил свой автомобиль на стоянке. Огромное плоское здание с куполом оттеняло стоявшую рядом бетонную многоэтажку секретариата ООН. У входа в здание Дронго обратил внимание на символическую фигуру молотобойца, перековывающего меч на орала. Он знал, что это был подарок Советского Союза ООН. Но рядом, почти у самого входа, находилось другое, не менее символическое сооружение. На просторном каменном постаменте стоял огромный трехметровый револьвер, дуло которого было изогнуто и завязано узлом. Это был подарок Люксембурга, быстро успевший стать достопримечательностью ООН. Дронго обратил внимание, что справа у бюро пропусков уже выстроилась довольно большая очередь журналистов, прибывших на получение аккредитации. Журналисты заполняли анкеты, показывали документы, удостоверяющие их личность, и тут же шли фотографироваться. Японский поляроид выдавал фотографию в течение нескольких секунд. Карточку клеили на кусок картона и, написав фамилию журналиста, запечатывали все в пластик. После чего прикрепляли к нему зажим и выдавали журналисту. Вся процедура занимала очень мало времени. «Нужно будет обязательно проверить списки журналистов и их газет», – подумал Дронго, входя в здание. Точно уловив его мысли, Дюнуа уже в лифте, недовольно пробормотал. «Надо теперь проверять всех журналистов до единого, а это такая нудная работа». «Нужно», – согласился Саундерс, – «хотя именно их и проверяют особенно тщательно при входе и выходе. Особенно надо будет обращать внимание, из каких они газет». Они поднялись в скоростном лифте на 12 этаж, и Дюнуа, уверенно двигаясь по коридору, остановился у одной из дверей. «Нам сюда», – показал он. Саундерс вошел вслед за ним. За дверью оказались две просторные комнаты, заставленные столами и компьютерами. Компьютеров было несколько, и они, очевидно, работали даже в отсутствии хозяина. «Это мои апартаменты», – сказал Дюнуа, раздеваясь. Плащ он бросил прямо на стул. Подойдя к компьютерам, он прочитал последнее сообщение. «Ничего существенного», – покачал головой. Дронго, сняв плащ, повесил его на вешалку у входа. «Я скажу, чтобы нам принесли кофе». Дюнуа прошел к столу, поднял трубку. «Если можно, мне чай. Я не люблю кофе», – попросил Дронго. «Хорошо». Дюнуа заказал чай и кофе. Опустив трубку, он чуть ослабил узел галстука, расстегнув верхнюю пуговицу. «Значит, теперь», – начал он сразу без предисловий, «наша главная задача – установить, где находится Фернандо Диас». «Я уже попросил ФБР проверить все гостиницы города, но это огромная работа». «И потом он вполне мог остановиться не под своей фамилией». «Думаю, нет», – покачал головой Дронго. «Зачем?» «Ставший гостиницы в центре города. И обязательно под фамилией Диаса». «Документы у него на эту фамилию, хотя я сомневаюсь, что это его настоящее имя. Кстати, мы еще не должны забывать Меуру. Этот сервятник наверняка где-нибудь здесь. Он преследует меня по всему свету». «Да-да, конечно», – согласился Дюнуа. «Мы будем искать и Меуру. ФБР сейчас уже печатают его фотографии. Мы запросили ее из Гонконга». Дверь постучали. «Войдите», – сказал Дюнуа, нажимая кнопку автоматически открывающей дверь. В комнату вошли двое. Один из них был высокий блондин, которого сам Андерс уже видел в аэропорту. Другой был темноволосый, более коренавский и плотный. На подбородке у него был едва заметный шрам. «Знакомьтесь», – представил Дюнуа вошедших. «Это мои помощники». «Эдам Биллингтон», – представил он блондина. Тот приветливо тянул. «И Джеральд Лаутон», – показал Дюнуа на брюнета. Саундерс по очереди крепко пожал руки вошедшим. «Раздевайтесь и садитесь, ребята». «Ну что, нашли кого-нибудь из наших гостей?» – спросил Дюнуа. «Пока нет, но ФБР повсюду разослало людей», – ответил Биллингтон. «К поискам подключились представители ЦРУ, АНБ и личные охраны президента. Задействованы инспекторы Интерпола. Я думаю, Диаса найдут в ближайшие сутки», – немного самоуверенно сказал Эдам. «У нас очень мало времени», – напомнил Дюнуа. «Всего три дня. Если мы найдем Диаса, нужно будет очень осторожно проследить, с кем он встретится. Главное сейчас – это найти Диаса. Он наш единственный шанс. Пока, к сожалению, мы ничего не знаем о готовящемся покушении, кроме приезда этого Диаса». Раздался телефонный звонок. «Слушаю», – быстро снял трубку Дюнуа. «Отлично. Да, я записал. Наш представитель сейчас подъедет». «Срочно в аэропорт», – сказал он, положив трубку. «ФБР проверило все прибывшие рейсы за двое суток. Вчера рейсом из Лиссабона в Нью-Йорк прилетел Фернандо Диас. Нужно поговорить с таможенниками. Может быть, кто-нибудь из них запомнил этого Диаса в лицо?» Биллингтон и Лаутон быстро поднялись. «Узнайте насчет Миуры», – поручил Дюнуа. «Может быть, он прибыл по чужой фамилии, но вместе с Диасом. Во всяком случае, покажите его фотографии». Когда за усадшими закрылась дверь, Саундерс покачал головой. «Не думаю, что Миура приехал вместе с Диасом. Так мы его не найдем. Нужно, чтобы я чаще появлялся на улице. Тогда и этот убийца окажется где-то здесь, рядом». «Пока не будем спешить», – устало сказал Дюнуа. «У нас все-таки еще есть время». Они ждали уже пятый час. Все службы города были подняты на ноги, проверялись все гостиницы одна за другой. Но Диаса нигде не было. Наконец, в семь часов вечера раздался долгожданный телефонный звонок. Дюнуа, молча выслушав сообщение, швырнул трубку. «Они нашли его», – быстро сказал он. «Ты был прав». Он остановился под своей фамилией. «Это здесь, недалеко, на 31-й улице. Сейчас к его телефону в номере подключается ФБР. Я прикажу Лаутону и Биллингтону быть там. Может, мне тоже поехать туда? Зачем? В здании ООН ты в относительной безопасности. А на улице все может случиться. Думаю, в этом нет необходимости. Главную свою задачу ты выполнил. Вывел нас на Диаса. Остальное уже наше дело». Я не думаю, что он приехал один. Наверняка в город приедут еще несколько функционеров региона. И кто-нибудь из их руководителей для координации всех действий. Все-таки это очень рискованная операция. Что ты предлагаешь? Проверить еще раз все ближайшие отели. Пусть посмотрят книги заказов, кто именно прибывает в ближайшие 3-4 дня. «Списки лучше привезти сюда. Может быть, я встречу знакомую фамилию?» «Неужели ты думаешь, что этот неизвестный шеф заранее закажет себе номер?» Спросил Дюнуа. «Обязательно закажет. Причем недалеко от места событий, чтобы быть рядом во время покушения. Я убежден в этом». «Хорошо, я передам твои предположения, но учти, на это уйдет много сил и времени». «Я понимаю, но это нужно», — подчеркнул Дронго. Дюнуа в который раз поднял трубку телефона. «Как охраняют президентов» от автора. Каким образом удается предотвратить многочисленные покушения на президентов, премьеров, королей, министров и других официальных лиц? Кто они, эти люди, обеспечивающие безопасность официальных лидеров? Как они умудряются работать в неимоверно сложных условиях во время встречи с объектом, с многочисленными толпами людей на площадях и митингах, во время визитов и приемов? Лежащие на агентах секретных служб ответственность тяжким грузом давят на их сознание, вынуждая всегда быть предельно готовыми к любым неожиданностям. Агенты секретных служб подбираются в охрану президентов еще в молодом возрасте. При этом учитывается все. Их привычки, вкусы, болезни, наследственные пороки, состояние здоровья, семейное положение, даже уровень коммуникабельности в общении с посторонними людьми. И это не считая специальной подготовки, где их учат искусству охранять людей. Как правило, часто нанятые агенты, обеспечивающие охрану частных лиц, не идут ни в какое сравнение с представителями официальных секретных служб. Уровень подготовки и профессионализма у них резко отличается. В различных странах существуют свои системы подготовки агентов, однако при этом их объединяет общий уровень высокого профессионализма. Агенты, обеспечивающие безопасность главы государства, находятся в постоянном напряжении, всегда готовые защитить даже ценой собственной жизни охраняемый объект. В Соединенных Штатах Америки агенты носят темные очки, чтобы нападающие не могли заметить, куда смотрит в данный момент детектив. Кроме того, такие очки предохраняют и от неожиданностей, когда нападающий может неожиданно плеснуть в лицо кислотой или другой жидкостью. Американские агенты всегда чуть-чуть позируют, учитывая психологические факторы. На любого, даже постороннего, производят впечатление их одинаково безликие высокие фигуры в светлых плащах и темных очках, их постоянная готовность к отражению нападения. По-иному строится работа секретных агентов в Советском Союзе. Агенты при этом стараются быть незамеченными, кляниться с толпой. Здесь также учитывается психологический фактор, однако в другом измерении. Нападающий знает, что любой человек рядом с ним может оказаться агентом спецслужб. И это заставляет его нервничать, торопиться, опасаться посторонних лиц, уменьшает его и без того небольшие шансы. Согласно протоколу, в обеих странах лидеры и их заместители никогда не летают на одном самолете. Резидент США Буш ни при каких обстоятельствах не может сесть в один авиалайнер с вице-президентом Куэйлом. Точно так же, как и Горбачев никогда не полетит вместе с Рыжковым. Место встречи лидеров заранее выбирают с учетом рекомендаций спецслужб. При этом представители службы безопасности заблаговременно вылетают в страну и проводят консультации по координации совместных действий. Для обоих лидеров заранее высылаются бронированные автомобили в страну, где ожидается их визит. Во время визитов учитывается международное положение в мире, обстановка в регионе и в самой стране, пропускной режим данного государства. Несмотря на новейшее достижение в области изготовления пули непробиваемых жилетов, президенты редко надевают подобные костюмы. Несколько лет назад в США были изготовлены костюмы и пальто из кевлара, материала, обладающего повышенной протинностью, схожая по эффекту с бронежилетами полицейских детективов. Но и эти кевлары надеваются крайне редко. Маршруты автомобильных поездок лидеров обеих стран держатся в секрете и практически не сообщаются никому. Как правило, начальник личной охраны знает сразу три маршрута движения кортежа и лично, на свое усмотрение, выбирает один из них. При этом охрана контролирует сразу три маршрута, не зная определенно, откуда проедет руководитель государства. Во время совместных встреч агентами проверяются все входящие в комнаты президентов, журналисты и корреспонденты. Особенно тщательно, с учетом новейших достижений электронной техники, проверяется аппаратура теле- и кинооператоров. До совместной встречи охрана проверяет состояние кресел, стульев, столов в кабинетах, где будут работать президенты. Проверяются даже люстры и светильники, состояние их крепления, возможность дублирования освещения. Тщательно проверяются все напитки, подаваемые на стол лидеров обоих государств, даже бокалы и рюмки, из которых они будут пить. Магнитометрами проверяют соседние комнаты помещения сверху и снизу. Во время визитов лидеров государства принимаются меры по обеспечению безопасности родных и близких президентов, их супруг, детей, ближайших заместителей. Как правило, эти люди имеют личную охрану и в стране, откуда пребывает лидер государства. Нью-Йорк. 5 декабря 1988 года. 11.00. Эту ночь они провели в кабинете Дюнуа. Лишь иногда, на короткие мгновения, им удавалось задремать, пока очередной телефонный звонок не будил их. Эта длинная ночь, казалось, не кончится никогда, а утром случилось непоправимое. Всю ночь агенты ФБР и Интерпола дежурили, наблюдая за номером ВИАСа. Но там было все спокойно. Не катить телефонных звонков и посетителей. Саундерс внимательно читал поступающую информацию. Состояние тревоги не покидало его с момента прибытия в Нью-Йорк. До назначенной встречи лидеров обоих государств оставалось меньше двух суток. Завтра должен был прилететь в Нью-Йорк Михаил Сергеевич Горбачев. А некоторых фактов у него еще не было. Ричард понимал, сколь много зависит от наблюдения за ВИАСом. И именно это тревожило его больше всего. Одна из главных заповедей секретных агентов и детективов — негласный закон — не делать ставки на одного человека. Сообщения единственного свидетеля всегда могли оказаться ложными. А наблюдение за ним могло, наоборот, увести агентов от действительного места событий. Но даже если наблюдаемый оказывался тем единственным шансом, на который следовало делать ставку, противная сторона вскоре могла убрать его, обрубая единственную ниточку, ведущую к раскрытию преступления. Словно предчувствуя неладное, Саундерс постоянно нервничал. Он помнил слова Грубера о том, что в Нью-Йорке у Легиона есть свой человек. И это его беспокоило все сильнее, с каждым часом, приближающим совместную встречу. Время тянулось медленнее обычного. В десять часов утра Саундерс набрал номер. «Что с Диасом?» — нервно спросила. «Еще спит», — ответил один из агентов, наблюдавших за номером. «В десять часов утра?» — быстро переспросил Саундерс. «Спит в десять часов утра?» «Может, он просто любит поспать?» — недовольно сказал Генуа, уже начинающий понимать, что случилось непоправимое. «Подождем еще немного», — сказал Саундерс, отключаясь. Он откинулся на спинку кресла. «Ты думаешь, с ним что-нибудь случилось?» — спросил Генуа. «Не знаю». Саундерс покачал головой. «Но все может быть. В этой ситуации мы очень рискуем». «Наши люди сидят в соседних комнатах», — успокоил его Генуа. «Номер Диаса прослушивается. Я не думаю, что может случиться нечто ужасное. Если только вчера в ресторане ему не дали яд, но это маловероятно. Он сидел там внизу за ужином около часа. Его не могли убрать снайперы? Например, через окно?» — спросил Саундерс. «Нет». Генуа встал, разминаясь. «Его окно выходит во двор, а напротив тоже сидят наши люди. Мы старались предусмотреть все неожиданности». «Хорошо», — кинул Саундерс. «Подождем еще немного. Двадцать минут прошли, как двадцать часов. Наконец, сам Дюнуа, не выдержав, поднял трубку. Он все еще молчит. «Да, в номере тихо», — подтвердили агенты. «Мы звонили по телефону, но там никто не поднимает трубку. Пусть портье под каким-нибудь предлогом постучится к нему в дверь», — приказал Дюнуа. Через пять минут раздался звонок. «Никто не отвечает. Он стучал несколько раз. Ломайте дверь», — распорядился Пьер Дюнуа, раздраженно бросая трубку. Он включил переговорное устройство. «Только спокойно и очень осторожно». Агенты бросились выполнять приказ. Через минуту раздались их тревожные голоса. «Его нет в спальне. Кровать раскрыта. Одежда разбросана, но его нигде нет. Ищите следы», — гневно рякнул Дюнуа. Раздался неясный шум. «Он здесь», — крикнул кто-то переговорное устройство. Саундер подошел к Дюнуа, слушаясь переговоры. «Что случилось?» — спросил Дюнуа. «Он мертв». «Кто?» — расстроенно спросил Дюнуа. «Я смертв». Его застрелили в ванной комнате. «Каким образом?» — устало спросил Дюнуа. «Каким образом это могло произойти? Вы же поставили номер на прослушивание». «Мы сами ничего не понимаем, господин Дюнуа. Но микрофоны работают исправно. Все, что мы говорим, слышно в соседнем номере». «Это так, Рон?» — спросил Дюнуа у агента, оставшегося в соседнем номере. «Да», — растерянно подтвердил агент. «Это так, и я ничего не понимаю». Дюнуа, отключившись, посмотрел на Саундерса. «Вот такие дела», — невесело сказал он, помолчав, и минуты две обдумывая случившееся. Была перерезана последняя нить, дававшая призрачные шансы высады на преступников. По предложению Саундерса, медицинские эксперты установили приблизительное время смерти Геаса. Получилось, что он был застрелен около девяти часов утра. Была снова прослушана магнитофонная запись из номера. Даже неясные, едва слышные шумы стали расшифровывать. И, наконец, выяснилось, что в девять часов двадцать минут был слышен слабый шум падающего тела. Однако никаких выстрелов в присутствии посторонних лиц в номере зафиксировано не было. Рассерженный Дюнуа, прибыв на место происшествия вместе с Дронго, долго осматривал номер отеля, где был убит Фернандо Диас. Разумеется, никаких следов преступления они не нашли. Безусловно, Диас был застрелен из пистолета с глушителем, мрачно сказал Дюнуа. Я только не могу понять, откуда попал сюда этот чертов убийца, и куда он потом делся. Мои люди сейчас проверяют всех гостей этого отеля, весь технический персонал. Единственное, что ясно уже сейчас, это не Миура. Но откуда? Он ударил кулаком по спинке кресла. Откуда они могли знать, что мы вышли на Диаса? Меня теперь более всего волнует это. Может, они заранее знают, осторожно начал Саундер, что за Диасом будет наблюдение? Или узнали от своих осведомителей из ПБР? Конец. А может быть, в другом месте? Хмуро спросил Дюнуа. Нужно было его сразу арестовать. Может, и в другом, согласился Саундер. Утечка информации, возможно, где угодно. В Интерполе, ЦРУ, АНБ, полиции. Мы уже не можем сейчас начать новую проверку наших людей. Возможно, что кто-то, неведомый нам, следил за Диасом и, обнаружив наше наблюдение, решил убрать опасного связного. А насчет ареста я не согласен. Мы ведь хотели уточнить его связи. Не знаю. Дюнуа устало махнул рукой. Не знаю, что сейчас главное. Искать убийцу или место и время покушения. И то, и другое, деловито сказал Дронго. Но не забывать о том, что я вчера говорил. После убийства Диаса и тем более убежден, что в Нью-Йорк прибудут новые гости. Все списки прибывающих должны быть у нас в комитете. Нужно будет передать эти запросы во все авиакомпании. Другого выхода у нас сейчас нет. Согласен. Кроме того, я соберу совещание представителей спецслужб у нас в комитете. Кирилл Дюнуа. Но у нас очень мало времени. Расследование ничего не принесло. Дежурившие в соседнем номере инспектора и портье были убеждены, что к Диасу никто не входил. Все выходы из отеля были взяты под контроль. Номер прослушивался. Но никто не услышал никаких подозрительных звуков. Не увидел никого из посторонних, выходивших ночью из отеля. Нью-Йорк готовится к встрече. Нью-Йорк. Не совсем обычные экскурсии проводятся в эти дни в здании на East River, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. С виду все как и прежде. Гид, уставший, но не сбивающийся, однако, на монотонность. Толпа экскурсантов, которые не в столь уж большой срок, отведенный им на осмотр, пытаются увидеть и узнать как можно больше. Не подойдешь к такой группе, послушаешь и заметишь, что сфера, если так можно выразиться, посетительского интереса довольно специфична. Все, что связано с предстоящим визитом в ООН советского руководителя. Через какой подъезд войдет он в здание? Где состоится его беседа с генеральным секретарем ООН? Проведет ли пресс-конференцию? Интерес понятен. Второй раз за всю историю существования Организации Объединенных Наций советский руководитель приезжает в Нью-Йорк и выступает перед делегатами Генеральной Ассамблеи. Первый раз. Такое было почти 30 лет назад, в 60-м. О том приезде вспоминают по-разному. Одни по существу, другие по мелочам. Впрочем, в таком деле, как визит высшего лидера не просто в зарубежную страну, а в штаб-квартиру международного сообщества мелочей не бывает. То, как смотрелся тогда наш лидер в зале заседания Генеральной Ассамблеи, как вскакивал с места, пытаясь перебить непонравившегося оратора, стучал кулаком по столу, и не только кулаком, запомнилось не меньше, чем инициативы в его выступлении содержащиеся. Эти эпизоды до сих пор не забывают, не упуская возможности прокрутить несколько кадров кинохроники или подбросить цитату из мемуаров политиков того времени. Смысл? Целей несколько. Не стоит думать, что обязательно должна быть злонамеренность. Показывая то, что было тогда, американцев подводят к выводу. Иной ныне стиль у внешней политики Москвы. Такой стиль, который внушает доверие к существу этой политики. А вот газета «Ньюс Дэй» в своем воскресном номере выстраивает иную логическую цепочку. На 15-й сессии Генеральной Ассамблеи собрались многие главы государств и правительств. Там были президент Эйзенхауэр, премьер Фидель Кастро, премьер Патрис Лумумба, президент Нассер, президент Сухарна, премьер-министр Неру, маршал Тита, премьер Макмелан. Ожидания, связывавшиеся с тем визитом, были настолько велики, что Фредерик Боланд, тогдашний председатель сессии Генеральной Ассамблеи, предсказывал, что она может стать наиболее впечатляющим дипломатическим событием в истории. Не стало. Все вышло из-под контроля. Был хаос. Краски, конечно, сгущены и очень основательно, но идея проступает отчетливо. Стоит ли, словно вопрошает этот и ряд схожих материалов, возлагать особые надежды на предстоящий визит? Не быть ли нам всем поспокойнее? Не подходить ли к нему, как к событию, в общем-то, ординарному? В этих вопросах можно услышать мотивы, доносящиеся из административных ведомств. В серии брифингов, закрытых, полузакрытых и открытых, проводимых в последние недели высокопоставленными чиновниками, как из Рейгановской администрации, так и из будущей Бушевской, нет-нет, да и мелькнет предупреждение, не рассчитывайте на многое. И признание, мы в администрации к таким расчетам не склонны. Известие 6 декабря 1988 года. Нью-Йорк. 5 декабря 1988 года. 18.00. Списки доставлялись периодически, и Саундерс внимательно просматривал их, отмечая интересующие его фамилии. В половине пятого позвонили из полиции. Вскрытие трупа Диаса подтвердило, что он был убит тремя выстрелами в упор в ванной комнате. Убийца находился в двух метрах от погибшего и использовал при этом оружие с глушителем. Полиция и представители ФБР продолжали допрашивать персонал гостиницы, но никаких следов убийцы найти не удавалось. Особенно странным было то обстоятельство, что убийца действовал бесшумно, словно он тоже знал, где именно установлены диктофоны, и старательно обходил эти места. Эксперты-дактилоскописты и криминалисты в течение трех часов внимательнейшим образом осматривали номер, но никаких следов преступления найдено не было. Это оставалось загадкой. К шести часам вечера уставший Саундерс отложил бумаги. «И все-таки, каким образом будет совершено это покушение?» задумчиво спросил он. «Нужно учитывать все варианты, а это крайне сложно». «Конечно», — согласился сидевший рядом Дюнуа. «Если бы мы знали место и время, было бы куда проще, но, увы, хорошо еще, что вообще удалось узнать про это покушение. Я звонил директору ЦРУ Уэбстеру. Он обещал прислать лучших специалистов. Из ФБР и АНБ люди уже приехали, сидят внизу, рядом с просмотровым залом». Он посмотрел на часы. «Из ЦРУ, наверное, тоже. Кроме того, Уэбстер обещал мне найти профессора Рея Клейна. Это бывший заместитель директора ЦРУ, один из наиболее известных экспертов в области международного терроризма. Из Советского посольства должны приехать советник по вопросам безопасности и представитель генерала Медведева, начальника личной охраны Михаила Горбачева. Секретная служба Белого дома должна прислать заместителя начальника охраны президента Роберта Сноу. Я его давно знаю. Отличный специалист. Сам начальник охраны не сможет приехать. Он должен быть неотлучно при президенте Рейгане. Тем более после такого сообщения. Обещал приехать мэр города со своим начальником полиции. Вот, кажется, все. «Вы будете меня представлять?» «Просто скажу, что вы эксперт ООН, занимающийся проблемами преступности. В подробности вдаваться не будем». Сандерс утвердительно кинул. Выйдя из кабинета, они прошли по коридору и на лифте спустились вниз на девятый этаж. Из лифта они вышли в длинный коридор и, пройдя шагов двадцать, повернули минового охранника, отдавшего им честь, и зашли в большую комнату. Дюнуа пожал руку седобласому мужчине. «Добрый день, Роберт!» и прошел вглубь комнаты. «Позвольте представить, господа. Это доктор Саундерс, эксперт ООН в области международного терроризма», представил Саундерса Дюнуа. Дронго почувствовал на себе заинтересованные взгляды профессионалов. В комнату вошло еще несколько человек. «Здравствуйте, господин мэр!» протянул руку одному из прибывших Дюнуа. «Я думал, мы к вам не доедем. Опять такие пробки на улицах?» пробормотал коч. «Это наши представители из Нью-Йоркской полиции», показал он на двух спутников. Дюнуа кивнул. «Садитесь, господа». В комнату вошел молодой человек и, подойдя к Дюнуа, что-то сказал. «Конечно, приглашайте!» кивнул тот и добавил обращаясь к присутствующим. «Прибыли наши русские коллеги. В комнату вошли три человека. Впереди шел высокий, подтянутый мужчина лет тридцати пяти-сорока. Полковник Михайлов», представился он. «Очень рад вас видеть», пожал ему руку Дюнуа. «Мы давно ждем вас». «Это мои коллеги», представил Михайлов своих товарищей. «Куприянов и Леонов». Вошедшие, кивнув, сели за большой стол. «Кажется, все в сборе», начал Дюнуа, «когда все расселись по местам. Вы все знаете, зачем мы собрались здесь. К нам поступили более чем достоверные сведения о готовящемся покушении на жизнь Рональда Рейгана и Михаила Горбачева во время их встречи в Нью-Йорке. К сожалению, ничего более конкретного нам узнать не удалось. Организация, готовящая покушение, легион дьявола. Один из террористов, который должен был принять участие в готовящейся акции, был установлен нами. Это был боливийский гражданин Фернандо Диас. Вот его фотография». Дюнуа передал фотографию присутствующим. «Однако мы недооценили легионеров. За Диасом, очевидно, следили их люди. Заметив наше наблюдение, они вывели Диаса из игры, застрелив его в номере отеля. По нашим данным, продолжал он, террористов несколько человек, предположительно четверо-пятеро. Это в основном латиноамериканцы, однако не исключено, что среди них могут быть европейцы. Организация, пославшая их, легион дьявола, готовилась к этой операции достаточно долго. Кроме того, в настоящее время в Нью-Йорке находится профессиональный убийца Ясухира Миура. Вот его фотографии. Мы уже попросили местную полицию обратить внимание на все рейсы из Латинской Америки. Этот тип исключительно опасен. Он может нейтрализовать сразу несколько человек, поэтому отношение к нему должно быть особым. Повторяю, он очень опасен. Никакими другими сведениями мы пока не располагаем. У вас есть возможность для получения более точных сведений? Спросил один из работников ЦРУ. Думаю, да. Но время, время. Вы же понимаете, у нас всего два дня, даже один. Горбачев прибывает завтра вечером. Может, отменить визит? Предложил седой господин из АНБ. Это невозможно, простонал Котч, хватаясь за голову. Это абсолютно невозможно. Думаю, это не выход, согласился полковник Михайлов. Но я доложу своему начальству и об этом мнении. Я считаю, это крайнее решение, осторожно сказал Дронго. А нам нужно предпринять какие-то конкретные шаги, чтобы овладеть ситуацией. Где предполагается встреча президентов? На острове Гавернерс-Айленд. Это у южной оконечности Манхэттена. Там находится штаб береговой охраны. Это было сделано в целях безопасности, сказал представитель личной охраны президента Роберт Сноу. Кроме того, на острове будет избранный на новый срок будущий президент США Джордж Буш. — Все трое в одном месте, — покачал головой Саундерс. — Лучшего случая не придумаешь. Но почему именно на острове? — Так предложила наша служба безопасности. И, насколько я знаю, президент Горбачев и президент Рейган согласились встретиться там. За безопасность острова отвечает вице-адмирал Джеймс Ирвин. — Значит, задача террористов значительно осложняется. — Задумчиво сказал Дронго. — Но каким образом они хотят проникнуть на эту встречу? Это же практически невозможно. — Абсолютно невозможно, — покачал головой Роберт Сноу. — Мы проверяем всех магнитометрами. Это прибор для обнаружения металлов. Всюду стоят наши люди. В воде будут водолазы, наши и русские. В воздух будут подняты специальные полицейские вертолеты. Весь район будет оцеплен. Это не считая того, что кроме наших людей и представителей личной охраны президента Горбачева, всюду будут стоять усиленные наряды полиции. Вокруг Гавернерс Айленда будут курсировать наши катера. На некоторых из них будут установлены даже зенитные установки на случай внезапного нападения. Паром, на котором прибудет на остров господин Горбачев, будет под усиленной охраной наших катеров. — А террористы не могут захватить вертолет или катер? — спросил вдруг Саундерс. — Исключено. На каждом будет наш человек. Регулярно, через несколько минут, он должен подтверждать свое присутствие специальным сигналом. В случае неполучения такого сигнала вертолет или катер будут уничтожены. Кроме того, все они находятся в пределах простой видимости друг от друга, и нападение не может быть незамеченным. — Но, наверное, во время встречи в доме будет присутствовать много посторонних. Техники, электрики, слесари, повара, официанты. Вы это учли? — спросил Саундерс. Представитель секретной службы чуть заметно улыбнулся. — Конечно, мы заменим всех, привезем их из Белого дома или отеля Хилтон в Вашингтоне. А там люди все проверенные, они годами работают вместе. Кроме того, мы все равно всех проверим. — Хорошо, — кивнул Дронго, — но ведь эти легионеры что-то придумали. Они уверены, что покушение состоится, и нам надо знать, где именно и каким образом. — Я предлагаю пройти в соседний зал, — вмешался Дюнуа. — Там для нас приготовлено несколько видеозаписей по моей просьбе. Все встали, задвигались стульями, переходя из одного зала в другой. Последними выходили полковник Михайлов и Дронго. Полковник внимательно вглядывался в Саундерса. — Скажите, мистер Саундерс, мы не могли нигде раньше встречаться, не выдержал полковник, задавая явно непрофессиональный вопрос. — Конечно, нет, — громко сказал Дронго, пропуская советского гостя вперед. — Господи, — подумал он, неужели я так изменился, что даже Сережа Михайлов, который учился на курс выше в спецшколе КГБ, не узнал меня. Он, видимо, уже работает в девятом управлении. Девятое управление КГБ, специальное управление для охраны членов политбюро ЦК КПСС и Советского правительства. — Рассказать кому? Ведь не поверят. Впрочем, наверное, я действительно очень изменился. С грустью подумал он. — Я ведь моложе его всего на три года. Окажется, что старше на все десять. Они вошли в комнату и расположились в креслах. Дюнуа поднял трубку телефонного аппарата. — Начинайте, — распорядился он. На экране замелькали кадры документальной кинохроники. — Это Миура, — пояснил Дюнуа. — Вы видите его манеру ведения боя. Отлично владеет телом. Посмотрите на его реакцию. Повторяю, он очень опасен. Кленка плохого качества. Снимали любительской видеокамерой. Думаю, вы его запомните. На экране появился улыбающийся Рональд Дрейган. Это съемка покушения на президента семь лет назад. 30 марта 1981 года, сказал Дюнуа напряженным голосом. Обратите внимание, вот все выходят из отеля «Хилтон». Рядом с Рейганом трое агентов специальной секретной службы. Впереди в светлом костюме Деннис Маккарти, один из охранников. Слева от президента, чуть отстав, идет Брейди, пресс-секретарь «Белого дома». Впереди него «Дивер». Обратите внимание, сколько полицейских. Вот первый выстрел. Все замерли. Второй. Маккарти бросается на стрелявшего Хинкли. За ним остальные. Еще четыре выстрела. Но преступник уже обезврежен. Последняя пуля уходит вверх. Оружие уже блокировано. Тем не менее, трое раненых, в том числе и президента. Хорошо еще, что в тот день использовали президентский Кадиллак из автопарка Белого дома с открывающейся назад дверью. Здесь еще один момент весьма существенный. Ошибка в том, что президентский лимузин стоит несколько в стороне на проезжей части, а надо было у входа. Мы уже обратили внимание на эту ошибку, немного обиженно сказал представитель личной охраны президента. Но таково было указание самого президента. Кстати, об этой ошибке говорил и Эл Фьюри, отвечающий в Хилтоне за безопасность. Теперь мы блокируем все подступы конкретно у Хилтона между Коннектикут-Авеню и 19-й улицей уже никто не может пройти. Хорошо, хорошо. Просто я обращаю внимание на типичные ошибки, примирительно сказал Денуа. Теперь смотрите внимательно еще раз. Вот раздается первый выстрел. Охрана еще ничего не поняла. Второй, и здесь уже все действуют. Президента блокируют, открывают двери автомобиля. Видите, она служит как бы щитом от пуль, потому что открывается назад. Еще выстрелы. Ранен Джеймс Брейди. Еще выстрелы. Все блокировано полностью. Но свои роковые выстрелы Джон Хинкли сделать успел. А ведь был непрофессионалом. И оружие у него было самое обычное. По-моему, охрана действовала как раз неплохо, осторожно заметил Михайлов. Удовлетворительно, согласился Денуа. Смотрите дальше. Это покушение на жизнь Раджева Ганди во время его визита на Цейлон. Вот он проходит в строй солдат. Начальник охраны идет немного позади. Посмотрите, он отстал больше, чем положено. Вот Ганди проходит мимо этого солдата. Тот поднимает оружие, пытается ударить прикладом. Обратите внимание, что только реакция самого премьер-министра спасает его. Он успевает отклониться. Одна-две секунды потеряны. Все стоят в растерянности. Никто ничего не предпринимает. Вот только сейчас начинай приходить в себя. Вот солдата оттащили к ограде, вот подскочили ребята из охраны Ганди. Дальше уже неинтересно. Как видите, анализ показывает, что первые несколько секунд обычно две-три нападающей имеют преимущество. Но не более. Убить за этот период сразу троих практически невозможно. Никому, даже профессионалу высочайшего класса. Поэтому, и не только поэтому, мы убеждены, что нападающих будет несколько. Однако, каким образом они сумеют подойти на достаточно близкое расстояние сразу все? Вот в чем главный вопрос. И мы обязаны найти на него ответ. У нас нет агентурных подтверждений готовящегося покушения, пробормотал представитель ЦРУ. Мы тоже ничего не имеем, добавил представитель ФБР. И тем не менее, покушение готовится, уверенно сказал Дюнуа. На этот счет мы имеем убедительные доказательства. Всю имеющуюся у нас информацию мы передадим вам. Нужно будет задействовать все наши возможности, исключить любые неожиданности. Никто не должен сидеть сложа руки. Это сейчас самое главное. Мы задействуем всех наших людей, решительно поднялся Сноу. Я согласен с вами. Нельзя медлить в подобных ситуациях. Нью-Йорк готовится к встрече. Продолжение. Предупреждение и признание относятся не столько к выступлению в ООН, сколько к той встрече, которую Михаил Сергеевич Горбачев проведет в среду на Гавернерс-Айленде, что у южной оконечности Манхэттена с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем. Рейган и Буш, сказал в интервью Нью-Йорк Таймс, некий чиновник Белого дома, идут навстречу для того, чтобы слушать. Они будут готовы, если нужно дать ответ, но мы не ждем того, что на встрече будут вестись переговоры по конкретным вопросам. Несмотря на публичное заверение такого рода, подготовка к визиту советского лидера ведется в администрации активно. Причем по всем комплексам проблем советско-американских отношений, контроль над вооружениями, региональные конфликты, права человека, двусторонние связи. Есть основания полагать, что администрация будет не только слушать, но и что-то предлагать в ответ. Посмотрим, как обернется все на деле. Пока же Нью-Йорк и американцы готовятся. Полиция, например, занята решением настоящей головоломки, как в городе, в котором ежедневно передвигаются 850 тысяч автомашин и в котором сейчас в связи с периодом предрождественской торговли добавляется еще примерно сотни-полторы легковушек, грузовиков и фургонов обеспечить надлежащий режим кортежу советской делегации. Советское представительство при ООН в эти дни буквально засыпано письмами и телеграммами. Девушки с коммутаторной с трудом справляются со всеми телефонными звонками, что непрерывно поступают в миссию из самых разных городов Америки и из-за рубежа. Просьбы и вопросы, где и как можно будет увидеть Горбачева, как лично встретиться с ним, звучат непрерывно. только что проведен опрос об отношении американцев к перестройке в Советском Союзе, к советской внешней политике, к будущему советско-американских отношений. Его результаты издательская группа Times Мирпер выразила одной фразой «Когда речь заходит о сегодняшнем Советском Союзе, американцы оказываются настроены оптимистично». Нью-Йорк, здание секретариата ООН, 6 декабря, 9.00 утра. Как и прошлую ночь, они не спали. ФБР и подключившиеся сотрудники ЦРУ продолжали искать убийцу Диаса, но их поиски не давали конкретных результатов. Во всех ведомствах сотрудники аналитических отделов снова и снова анализировали ситуацию, пытаясь найти рациональное зерно безуспешных поисках преступников. К утру специалисты Агентства Национальной Безопасности и ЦРУ пришли к выводу, что преступник действовал один, заранее зная о ведущемся наблюдении за Диасом. Это подтверждение версии самого Саундерса мало что давало в поисках этого неизвестного преступника. Наоборот, еще более осложняло общую ситуацию, так как лишний раз убеждало в утечке информации из ООН и на секретных служб, проводящих данную операцию. Всю ночь беспрерывно звонил телефон и поступали сообщения из разных концов города. В четвертом часу утра из ФБР доложили, что в районе Бронкса был замечен Миура. По указанию Дюнуа туда дополнительно были брошены еще несколько сотен полицейских детективов и агентов ФБР. Но Миура очевидно заметив наблюдение исчез унило уйдя от полицейских и инспекторов ФБР. В шестом часу утра Саундерс выйдя из комнаты обратил внимание, как несколько сотрудников ООН и Интерпола обрабатывают поступающую информацию. Компьютеры работали беспрерывно давая все новые сообщения. Три компьютера, подключенные к аэропортам города, сообщали информацию обо всех прибывающих в город Лицах. Длинные списки ложились на столы помощников Дюнуа, где их внимательно просматривали. Биллингтон и Лаутон, отмечая крестиками интересовавшие их фамилии. Компьютеры анализировали списки прибывших, обращая особое внимание на лиц, прилетающих из Латинской Америки. Во всех аэропортах, на железнодорожных вокзалах, у развилок основных шоссейных трасс, ведущих в город, дежурили тысячи агентов спецслужб, внимательно проверяя всех подозрительных лиц, прибывающих в Нью-Йорк. Осведомители полиции ФБР, ЦРУ, были задействованы в этой операции с небывалым размахом. Информация шла сразу в несколько центров, и только затем наиболее важные донесения передавались в ООН, где дежурила вся команда Дюнуа и параллельно в штаб ФБР, где контролировалась общая ситуация в городе. Ричард задумчиво смотрел на лихорадочно работающих технических инспекторов. Его угнетала собственная бездеятельность. Саундерс понимал, что сейчас главное выйти на убийц Диаса, установить, кто именно мог знать о наблюдении за Диасом. Круглиц был чрезвычайно велик, и в число этих людей автоматически входил сам Саундерс Дюнуа и все его люди, обеспечивающие проведение данной операции. Ричард подошел к Лаутону. Нужно еще раз проверить, нет ли среди прибывших ранее имен Эриха Вебера, Мануэля Робинада, Чезаре Росетти, Вольфганка Грубера. Может быть, кто-нибудь из них уже в городе? Я специально проверял, отозвался сидевший за другим столом Биллингтон. Никого нет? Понятно, разочарованно сказал Саундерс, но еще раз проверить все-таки надо. Хорошо. Биллингтон встал, подходя к одному из компьютеров. Он быстро набрал код. Компьютер привычно загудел. По экрану забегали строчки. Биллингтон уверенно работал на компьютере, и Саундерс, немного посмотрев, отошел в сторону. Через полминуты Биллингтон повернулся к Дронго. Никто из названных вами лиц в Нью-Йорк на самолете не прибывал. А может, кто-нибудь из них прибудет сегодня вечером или завтра утром? Сделал последнюю попытку Саундерс. Мы можем проверить, но на это уйдет много времени. Нужно будет сделать запрос по всем авиакомпаниям узнать, заказан ли билет на одно из этих имен. И все может оказаться бесполезным. Все равно давайте попробуем, махнул рукой Ричард. Может быть, удастся что-нибудь сделать. Биллингтон кивнул, снова набирая нужный код. Саундерс, выйдя из комнаты, подошел к Дюнуа. Тот завтракал, разложив прямо на столе бутерброды и чашки с кофе. «Садись, поешь», предложил Роберт. «Есть что-нибудь новое?» хмуро спросил Саундерс. «Ничего, но мне звонили из ЦРУ. Они убеждены, что утечка информации идет от нас. Эти ребята считают, что кто-то из моих людей сообщил легионерам о наблюдении за Диасом». «Ну и что ты сказал?» спросил Саундерс, усаживаясь за стол. «Послал их подальше, посоветовав не мешать мне работать», сказал Дюнуа. «Бери лучше Биг Мак, Большой Бутерброд. Поешь. Если бы неблагословенный Макдональд, мои ребята давно умерли бы с голоду. Может, стоит отнестись к их сообщению серьезно?» словно рассуждая, спросил Ричард. «Конечно стоит, но у меня нет времени, пока я буду проверять своих людей и вызывать сюда новых сотрудников, посвящая их детали предстоящей операции. Встреча уже состоится. Ты же знаешь, сегодня прибывает самолет Горбачева. Снайперов уже вызвали? Конечно. Американцы вызвали их вчетверо больше обычного. Аэропорт будет полностью перекрыт. В небе самолет русского президента будут встречать истребители ВВС США. Кстати, его самолет будут сопровождать еще русские истребители. Мы поднимаем в воздух все наши вертолеты, за исключением четырех резервных, которые будут ждать в аэропорту. Сейчас там проверяют посадочную площадку. Мы установили пулеметы на крышах. Будут задействованы ракетные установки с военных баз, расположенных поблизости. Вокруг острова, где состоится их встреча, со вчерашнего дня работают водолазы, пока никаких тревожных сигналов не поступало. Саундерс молча жевал бутерброд, слушая эту информацию. Дверь открылась, и в комнату вошел Биллингтон. Я проверил. Сегодня вечером и завтра в город прилетят двадцать семь тысяч человек. Среди зарегистрированных лиц нет названных вами фамилий. Он положил список на стол. Хорошо, кивнул Саундерс. Спасибо. Биллингтон вышел. Это ничего не даст, покачал головой Дюнуа, вставая со стула. Я пойду посмотрю у Лаутена, нет ли вести из полиции. Когда он ушел, Саундерс откинулся на спинку кресла. На столе лежал листок бумаги и число прибывающих в город. Двадцать семь тысяч триста пятьдесят два человека, громко сказал он и вдруг отчетливо вспомнил слова Вебера. Двести тридцать четвертый Америка. Саундерс быстро поднял трубку. Есть такой международный рейс? Двести тридцать четвертый в Нью-Йорк? Да, из Латинской Америки. Нет? Спасибо. Нет, внутренние рейсы мне не нужны. Он положил трубку, еще раз задумался, затем поднял трубку снова. А отель Америка в городе есть? Как туда позвонить? Благодарю вас. Набрав номер, он спросил. Скажите, у вас не останавливались Чезаро Россетти или Эрих Вебер? Нет? А может быть они заказывали номер? Нет? Спасибо. Саундерс положил трубку, затем еще раз набрал номер отеля. Простите, у вас не заказан 234 номер? Заказан? На завтра? На чье имя? Спасибо. Саундерс положил трубку. Номер был заказан на имя Энрико Пиоли, коммерсанта из Рима. Эта фамилия ничего не говорила Дронго, но это мог быть его счастливый билет. Нью-Йорк аэропорт имени Кеннеди 6 декабря 1988 года. Белоснежный лайнер мягко пошел на посадку. Привычно забегали агенты спецслужб. В аэропорту уже находились советские представители служб безопасности, встречающие Горбачева официальные лица. Саундерс стоял в толпе американских охранников и чтобы особенно не выделяться среди них надел темные очки. Он сразу узнал Михайлова, стоявшего недалеко от самолета. Рядом находились представители советского посольства. Посол СССР США Дубинин что-то оживленно рассказывал Белоногову, постоянному представителю СССР при ООН. Рядом стояли сразу два заместителя министра иностранных дел Советского Союза Бессмертных и Петровский. Чуть в стороне высокого гостя ждали представителей американских властей. Дронго кивнул Дюнуа, когда тот подошел к Али Теймуру, руководителю секции протоколов и связей ООН. «Мистер Теймур», сказал Дюнуа, «я надеюсь, что будет, как мы договаривались, десять-пятнадцать минут». «Да, конечно, президент Горбачев сделает небольшое заявление и все. Ничего другого протоколом не предусмотрено». «Так мы договаривались с мистером Белоноговым и Сильвой Рузвельт». «Хорошо», удовлетворенно кивнул Дюнуа. «Сильва Рузвельт была начальником протокольного отдела Госдепартамента США, и ее служба всегда действовала в подобных ситуациях очень четко и слаженно». Трап подали к самолету. Охранники ринулись к трапу, словно на перегонки, боясь опоздать. Несколько рядов живой цепи сразу возникли вокруг самолета. Человек пятьдесят пристально следили. Горбачев вышел из самолета. Раздались крики, аплодисменты. Вышла его жена, за ними генерал Медведев. Президент спустился по трапу и началась официальная церемония встречи. Дронго стоял рядом, наблюдая, как быстро и точно перекрываются все возможные точки поражения. Пока все шло неплохо. Он внимательно посмотрел на журналистов. Кажется, ничего необычного нет. Горбачев улыбаясь, подошел к специально возведенной по случаю его приезда трибуне. По обе стороны от президента были поставлены флаги. Справа от него стоял американский, слева советский. Двое представителей американских спецслужб подошли чуть ли не вплотную к американскому флагу, встав метрах в пяти от Горбачева. Слева, чуть позади у советского флага, стояли генерал Медведев и переводчик. Начальник личной охраны советского президента держал в левой руке небольшую папку, вызывавшую недоумение у его американских коллег. Согласно существующим правилам, США представители личной охраны не могли брать в руки ничего, даже зонтик или сумку жены президента. Их руки должны были быть всегда свободны на случай неожиданного нападения. Однако Медведев держал папку, и это было очень необычно для американцев, хотя он и держал ее в левой руке. За его спиной чуть в стороне стояли министр иностранных дел Советского Союза Шеварнадзе и Раиса Горбачева. Немного дальше, метрах десяти, стояли посол США в СССР Джордж Мэтлок и постоянный представитель США Уолтерс. Охранники за спиной Горбачева смотрели в разные стороны, а некоторые стояли даже боком и спиной к самому президенту. Горбачев говорил, как обычно, четко и энергично. Его речь была слышна достаточно хорошо, но Дронго все же подошел еще ближе, тревожно осматриваясь по сторонам. Все было спокойно. Через несколько минут Михаил Горбачев закончил свою речь и сопровождаемый толпой встречавших его лиц и еще более многочисленной толпой охранников покинул аэропорт. Дронго, посмотрев на Дюнуа, увидел, как тот вытирает пот. «Кажется, первый раунд прошел спокойно», сказал Дюнуа. «Как там будет дальше? Нужно будет снять снайперов с крыши аэропорта. Они ждут нашей команды», напомнил Дронго. «Конечно, конечно», согласился Дюнуа, доставая переговорное устройство. «У нас остается только один шанс», добавил Саундерс. «Я должен выйти в город, чтобы привлечь внимание Миуры». «Это очень опасно», вздохнул Дюнуа. «Ты даже не представляешь, насколько это опасно». «Представляю, но другого выхода сейчас нет. Я выйду в город». Прибытие Горбачева в Нью-Йорк. Нью-Йорк 7 декабря. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев прибыл 6 декабря в Нью-Йорк для участия в 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Горбачев сделал в аэропорту заявление советским и иностранным журналистам. «Прежде всего, хочу от имени советского народа передать слова приветствия в адрес Организации Объединенных Наций, а также выразить чувство уважения американскому народу с жителем Нью-Йорка. Знаменательные перемены, происходящие в мире, открывают передо новые возможности для исключительно ответственной деятельности на благо народов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова